Мой канал для меня всегда был каким-то местом, где я просто высказываю свои мысли просто по приколу. И он обрел тематику артов просто потому, что так получилось, что арты это 90% моей жизни на данный момент и на момент создания. Но это не значит, что весь мой контент и все мои ролики будут про то, как я рисую и про то, как рисовать. Иногда я хочу делать что-то не такое, как обычно, что ли. И сегодня у нас с вами разговорный SpeedPaint на тематику мейнстрима и в частности мы затронем Genshin, потому что, честно говоря, лучшего примера, чем Genshin, просто не существует. Он мега быстро поднялся и обрел кучу фанатов и эти фанаты очень странные люди. Да, фанаты Genshin обидятся даже на слово странные, хотя не знаю, что в этом конкретно такого плохого. Честно говоря, есть вещи и люди, которых я бы избегала в своей жизни в плане близкого общения. И это как раз совсем уж чокнутые фанаты. По причине того, что если кто-то мне скажет, что мой любимый фандом говно и он не заслуживает вообще существования и дизайны там отвратительные, я скажу, что мне насрать. Если быть точнее, я, скорее всего, вообще ничего не скажу, потому что, ну знаете, много может быть причин, почему человеку не понравился этот фандом, а копаться в них мне неинтересно. Но если фанату Genshin, ярому фанату, уточнение, сказать, что Genshin игра просто неинтересная, этого уже достаточно для того, чтобы тебя ненавидели абсолютно все на планете Земля. Но, чтобы быть честной самой с собой, скажу так. Я не ненавижу Genshin, я к нему отношусь настолько нейтрально, насколько нейтрально отношусь к лавочке у своего подъезда. Ну, есть эта лавочка, ну, прикольно будет на ней посидеть, когда я устану. И жаль, что там постоянно сидят злые бабки, но в остальном мне как бы насрать на эту самую лавочку. То же самое с Genshin. И это странно, что некоторые люди абсолютно не понимают, что, йоу, тебе не нравится что-то настолько популярное. Да нет, мне просто пофигу. Иногда мне действительно что-то не нравится, иногда мне что-то нравится. Это абсолютно нормально. И Genshin игра абсолютно неплохая, я так никогда не говорила, что она говно, абсолютно никогда нет. Просто то, что мне там не нравится один единственный персонаж, да-да, привет, Венти, это не значит, что меня нужно ненавидеть. И да, недавно ситуация произошла смешная, о которой я не расскажу еще целый год, но потом как-нибудь обязательно упомяну. В любом случае, это странно. Сегодня я просто хотела поговорить насчет того, как мейнстрим и как популярность каких-либо фандомов влияет на нашу жизнь. И знаете что? Я раньше думала, что я адекватный человек. Что если мне что-то не нравится и это популярное, то я никогда, не знаю, не куплю какую-то вещь по этому фандому или чему-то такому. Но оказалось, что все не так. Вспомните внезапную популярность Poppy Playtime и все эти анимации и игрушки с Хаги-Ваги. Честно говоря, это был настолько огромный бум, что даже я охренела. И да, я это говорю как человеку, у которого сидит сзади огромная кисимиси. Я не знаю, нахрена она мне, но опять же, исключительно из-за того, что произошел огромный бум и это стало популярно, я ее себе купила и даже подарила одну такую своему другу-близкому. Хотя, казалось бы, блин, камон, у меня уже выросло из всех этих вещей и всякие кисимиси мне определенно точно не нужны. Но по итогу я с ней обнимаюсь каждый день, потому что, ну, вообще прикольно. И так получилось и с Геншином. Как я уже говорила, я к нему отношусь достаточно нейтрально, но при этом так вышло, что мой близкий друг один очень сильно любит меня троллить моей нейтральностью Геншину. Потому что каждый раз, как меня кто-то зазывает поиграть, я говорю, что я не пойду. И, в общем-то, на этом всем он построил империю издевательств надо мной. Но издевательств, конечно же, в кавычках. Дело в том, что он мне надарил кучу мерча по Геншину и теперь у меня мерча больше, чем у какого-либо Геншинфага. Что, наверное, заставит некоторых Геншинфагов плакать, но не плачьте, я приезжайте, я перепродарю вам все это, перепродам, заберите, короче. Ладно, я хотела просто показать вам, какой есть у меня мерч и рассказать о том, как ко мне это попало. Начнем мы с этого всратого плаката. И всрат его не потому, что он всрат, и не в плане картинки, а в плане того, что, честно говоря, я смотрю на ее супер короткое платье и супер длинные панталоны. И меня это очень сильно триггерит. Мне кажется, платье нужно было делать длиннее. Это единственная причина, почему я триггерюсь с этого плаката. Висит он у меня где-то в самом углу, опять же, потому что персонаж мне в целом не очень нравится. И я пару раз словила глюки с этого плаката. Я расскажу короткий стори. Там дело в том, что я лунатик, и в приступах лунатизма я ловлю какие-то галюны страшные. И этот плакат меня напугал пару раз уж точно. И с тех пор я его перевесила в другое место и стараюсь на него не смотреть. Почему ты не снимешь его бриз? Да, зачем мне его снимать? На самом деле, как-то странно было бы иметь плакат и просто, чтобы он хранился где-то у тебя. Ну, плюс это подарок, знаете, все-таки как-то неловко было бы выкидывать то, что было подарено. Оцениваю этот плакат на 3 из 10, потому что галюны от него были страшные. А плакат сам по себе, блин, ну, можно было бы что-нибудь прикольнее мне подарить. Надеюсь, ты это смотришь. Записывай. Кли не дарить в следующий раз. У меня есть стенд с Какоми, честно говоря, сразу ставлю 100 из 10. Вообще, огонь, она очень миленькая, хорошенькая. Вообще стоит, не падает. И вообще, мне ее подарили, потому что ха-ха, ты же похожа на Какоми. И это определенно очень жесткий тролль. Но, но. Мне правда очень сильно нравится Какоми. Я в свое время хотела начать играть в Генши только из-за нее, но я пропустила момент ее гачи и, очевидно, не стала даже пытаться возвращаться туда. Так что, теперь вы знаете, если вы до этого не знали. Очень крутая, стоит прямо у меня над столом, чтобы я каждый раз могла на нее смотреть. Брелочек с Венти, который я не могу вам показать, потому что это огромный такой стеклянный полупрозрачный брелок, где там внутри типа нарисован Венти в кавычках типа, потому что как бы я его не фоткала, его не видно. И, чтобы его было видно, нужно его включить. Но мне прислали этот брелок с поломанными батарейками, так что я в душе нечаю, светится он вообще или нет. И поэтому продемонстрировать его не могу. Можно снять уже балл за то, что там находится мой нелюбимый персонаж. И минус три за то, что этот брелок не рабочий. Еще минус балл за то, что он тяжеленный, просто обосраться. В целом, я его храню просто потому, что хочу его кому-нибудь передарить. Надеюсь найти в своей жизни какого-то фаната Венти, которому я смогу его сбагрить за ничего. Вот такая я добрая, если вы хотите эту хрень с Венти, можете забрать у меня. Но вообще, пока что я это храню, чтобы когда-нибудь встретиться с Перпиной, подарить ей, посмотреть, как она будет орать. Вот этот брелок с Кей вообще заслуживает отдельно. Внимание дело в том, что мне его подарил другой очень близкий человек. И, йо, он очень милый, он ультра хорошенький, боже мой, это ушастый Кей. Но, как видите, если у вас со зрения все в порядке, как у меня, например, вы можете заметить, что его, не знаю, как это сказать, защелка прикрепляющая к брелку находится не в том месте. То есть художник нарисовал, что его типа поднимают за одежку, но эта хрень находится не в том месте. Меня это, честно говоря, очень сильно раздражает. Могу снять ему за это аж 2 балла. Но Кей сам по себе милашка, и я его очень сильно люблю, так что не буду, ставим ему 9 из 10. И, как вы заметили по фотке, там еще был кто-то красненький. Очевидно, у меня есть делюк в паре к Кее. И у него все в порядке с защелкой, потому что покупались они в разных магазинах. Они просто висят рядом, и я не смогла их сфоткать по отдельности. Так вот, этого делюка мне уже подарил другой человек, потому что я наныла, что Кее одному скучно, и как-то это неправильно. И ставлю ему 11 из 10, потому что, когда мы пришли покупать делюка для меня, я рассказала продавщице ситуацию, что мне нужен подвешенный делюк, потому что у меня есть братец Кей, и надо с ушками. А она сказала, что не надо с ушками, ведь делюк серьезный, в отличие от Кеи. И, короче, да, продавщица добавила еще 1 балл, поэтому делюк очень круто. А еще он, кстати, побольше, мне он нравится. Дальше уже идет неподаренный мерч. Прикиньте, есть 2 мерча, которые я купила сама лично, и это Геншин. Да, невероятно. У меня есть вот этот брелок с Кицин, и скажу честно, можете не смотреть на Кицин, потому что я увидела этого чудесного миленького котика с гетерохромией, и я поняла, я хочу его. И мне насрать, кто там будет сверху, хоть Венти. Серьезно, будь там Венти, я бы взяла. И черт, он у меня висит прямо над столом, потому что я хочу увидеть этого кота просто каждый день. Нет, Кицин очень милый, я не спорю, но, опять же, котик сыграл очень большую роль в покупке этого брелока, так что 15 из 10 я ему ставлю. И самая-самая крупная, наверное, крутая покупка, которая пришла ко мне буквально вчера, из-за которой я и решила сделать весь этот видос, это карты Таро по Геншину. Мы не будем говорить, что на самом деле меня немножечко обманули продавцы, потому что фотки очень сильно разнятся с тем, что ожидание реальность, плюс они меня обманули на количество карт, но, но. Картинки там такие яркие и красивые, что я готова простить абсолютно все косяки этих карт. И у них очень красивая коробка, как вы видите, и карты просто офигенные, и даже Венти здесь нормальные, что, конечно, удивительно. Мне он даже, ну, типа норм. Карты очень крутые, и я их заказала, ну, очевидно, для того, для чего заказывают люди карты Таро. Могу сказать, что это буквально мой лучший немешный мерч, потому что все эти брелки, плакаты и стенды, это ультра банально и есть абсолютно у каждого фаната. А додуматься сделать карты Таро с Геншином, вот не каждый бы додумался, если честно. Карты очень крутые, но я, честно, не рекомендую их покупать, потому что вас очень жестко обманывают продавцы, но да ладно. В общем, как-то так, вот такое количество мерча у меня по Геншину, хотя, казалось бы, человек даже в Геншин не играл так долго. Недельку всего там провел, апнул какой-то там шестой-седьмой ранг, хрен знает, и удалил игру. Но, тем не менее, рассказывайте, что у вас есть, или есть ли у вас какой-нибудь мерч по фандому, в котором вы не очень шарите или не особо любите. Посмотрим, сколько нас таких не очень умных людей, как я. Ну и всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok